Ну что, бойцы, спустя год мы отправляемся с вами в увлекательное путешествие, отдыхать на море. Мы едем с вами в многокилометровое путешествие в Малайзию, остров Лангхай. Поэтому я хочу, чтобы все прошло четко, без происшествий. Итак, камера GoPro, не теряться, дрон, не ломаться, Настя, вам вопросов пока нет. Ну что, если все готовы, летс гоушек. Мы мало что знаем о Малайзии. А возможно, кто-то и вообще не знает, что это за страна и где она находится. Задача этого выпуска разобраться в вопросе, почему люди так мало слышали о Малайзии, но почему с каждым годом отдыхающих в данной стране становится все больше и больше. Для этого мы отправимся с вами на остров Лангхай, что является основной точкой туризма в этой стране. Где своими глазами увидим все лакомые места острова, узнаем немного о людях, живущих в данных местах, и наконец ответим себе на вопрос, то ли это место для отдыха, или же в этом острове действительно что-то есть. Для начала давайте я немного познакомлю вас с географией Малайзии и о некоторых интересных фактах. Малайзия – это государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем. Западная часть занимает южную оконечность полуострова Малака с прилегающими островами и граничит с Таиландом на севере. А вторая часть находится на границе с Индонезией, на отдельном острове. Население Малайзии составляет около 33 миллионов человек. 50% населения страны является коренными малазийцами. Остальные 50% распределены так. 23% – китайцы, 7% – индийцы, 12% – многочисленные народности, в том числе и пакистанцы. Поэтому Малайзия является самой многонациональной страной Азии. Столицей Малайзии является город Куал-Лумпур, собственно, в который мы и прилетели в первую очередь. Город довольно-таки приятный, с приятными приветными людьми, но нам показался немного скучным и грязноватым. Вот действительно на что необходимо посмотреть в данном городе, так это на знаменитые башни близнецы Петронов. Высота которых достигает 451 метра. Ну что, ребят, мы на месте. Это небольшой такой прикольный красивый парк в центре Куал-Лумпур. С таким классным фонтанчиком, с китайским каким-то, не знаю, как это назвать, пагода, которую собрали из каких-то фонариков. Ну и, соответственно, самое главное, вот они, вот они башенки, вот они две звездюлечки, соединенные вот этим мостиком. После интенсивного перелета, погуляв днем по Куал-Лумпур, вечером мы отправились на остров Ланг-Хай, где и происходили все самые прекрасные моменты нашего отдыха. В общем, ребят, ну что, мы проснулись. Очень вовремя мы проснулись в самое пекло и решили в самое пекло. Ну мы выспались, ребят, ну вот надо нам было выспаться. Мы выспались, сейчас двигаемся на пляж. Разведать обстановку, посмотреть, что есть там. На обратном пути мы сейчас заходили, смотрели аренда байков. Пойдем снимем железного коня. Да, именно на нем мы и будем путешествовать по острову. Заезжать в самые удаленные места, а также посещать различные рестораны, где будем пробовать самые вкусные блюда. Кстати, о еде. Реально ощущаешь здесь себя комфортно. Здесь есть все для всех. Если это еда, ты можешь выбрать еду европейскую, можешь выбрать китайскую, можешь выбрать пакистанскую, индийскую. Сырка. Окей. А завтра мы их даже попросили, у них нет этого в меню. Но я очень хотела приехать в Малайзию и очень хотела, не знаю, знаете вы или нет, масала кукуриная. Это очень-очень острое. Пакистанское, да? Да, и они завтра сделают, потому что сейчас уже, к сожалению, главный шеф-повар у них ушел. Он уже не работает, уже вечер поздно, а завтра мне сделают. Видите, еще один плюс, когда ты попросил человека сделать, да, на завтрак, к примеру, себе что-то вот захотел. Человек сказал, окей, да, прошло будет, то есть без проблем. Еда на лонкаве разная, на любой вкус и любой кошелек. Поэтому любой курман здесь не останется без внимания. Как говорится, вкусная еда это уже 50% успешного отдыха. То, что ты хочешь, то, что тебе нравится, ты полностью здесь все можешь сделать. Это касается любителей еды, любителей отдыха. А вот про отдых давайте поподробнее. В Малайзии экваториальный климат. Температура воздуха зависит от высоты над уровнем моря. На всех главных курортах страны, в том числе и лонкаве, теплая погода круглый год. Температура днем варьируется от 26 до 33 градусов. Дожди бывают крайне редко, что позволит вам по-настоящему накладиться отдыхом, чем мы и воспользовались. Ну что, ребят, приключения наши продолжаются. Мы находимся на пляже. И мы с Настей отправляемся в удивительное путешествие, которое называется «Выживи, если сможешь». Поедем в тур по трем островам. Но поедем не на лодке, не на машине, не на чем-нибудь еще, а на вот таких вот водных мотоциклах. Я первый раз сяду за руль данного вида транспорта. Поэтому надеюсь, будет без приключений, камера останется жива. Я останусь жив, Настя тоже останется жива. Ну, надеюсь. Ой, Страхова, ребята, ой, Страхова. Я хочу жить в этом необитаемом острове. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И там, посмотрите, какие-то пещерные размывы, да, куда вода протекает. И внутри, я думаю, что там 100% есть какие-то вход в какой-то из пещер. И они по-любому здесь есть, 100%. И здесь живут птицы. И, по-моему, если не ошибаюсь, орлы вот эти вот песчаные, коричневые. А здесь что? Что это вообще? Это скала или это образование кто-то? Нет, это скала, короче, это все много-много лет. Вот там, вот видишь, вот эти вот веревочки? Короче, местные забираются куда-то. Там ласки есть тоже, мы верчили. Серьезно? В общем, ребят, поездка была просто экстремальная. Я уже не знал, на самом деле очень сильно устоят руки. И ты в какой-то момент понимаешь, что они просто могут оторваться. Потому что просто перенапряжение рук идет. Ты держишься, потому что Новолах тебя покидывает. И, блин, ну это здорово, на самом деле. Это кайфно. Сейчас мы прибыли на второе, скажем так, место. Такой небольшой остров, где есть небольшой кратер, образовавшийся, не знаю как, но обязательно вам скажу. Посмотрим, что же там. Ну, если возможность будет, поснимаем что-нибудь с дрончиком. Место довольно-таки интересное. Но чтобы вот вау, вот вау, такого я не увидел. Но обезьяны, еще обезьяны, снова обезьяны, опять обезьяны. Данное озеро имеет название Озеро Беременной Девы. Почему? А вот почему. Много тысяч лет назад была принцесса. И она не могла забеременеть. Но Литя пришла сюда и спутнулась один раз. И в итоге она забеременела. С тех пор люди, которые поженились, не могут забеременеть. Они входят сюда в надежде, что после того, как они здесь поплавали, можно было. Слушай, ну клево. Много покупавшись и отдохнув на данном острове, мы отправились на следующий остров, который не менее красивый. Ну что, мои мажорики, мы приехали на остров. Говорят люди, что это действительно было так раньше, когда еще были здесь пираты. Приезжали пираты на остров Лангкави, где мы вот и обитаем сейчас. Ну, точнее, не на данный момент, а именно живем. И, соответственно, начинали грабить людей. Забирать имущество и так далее. И большое количество людей перебиралось из Лангкави сюда на этот остров. Здесь пережидали. Здесь у них были свои какие-то небольшие домики там в джунглях и так далее. А теперь я покажу этот пляж с небольшой высоты. А мы пойдем с Настей поплаваем. Пока дрон будет летать и снимать для вас. Let's go! Субтитры добавил DimaTorzok Воспользовавшись случаем, мы спросили у нашего гида, почему стоит переезжать на Лангкави? И вот что он сказал. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok и я люблю свою работу. Это круто. И еще раз вопрос. Как вы думаете, что Малайсия это специальный место для людей, чтобы приходить сюда? Ничего необычного, ребята, просто прогуливаюсь, пролетаю, скажем так. Мимо островов, прилегающих к острову Лангкави. Ничего такого, смешной парашют сзади, все хорошо. Передаю привет всем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, меня укачивает немножечко, очень высоко. Все просто офигительно, да. Все, всем пока, всех люблю. Не только экстремальными видами отдыха славится Лангкави. Отдых на любой вкус найдется каждому отдыхающему на этом острове. Например, можно посетить необычные места. К примеру, мост Скайбридж, куда мы с Настей и отправились. Знакомьтесь, Лангкави Скайкап. Это некий фуникулер, который доставит вас на самый пик горы, где и находится сам мост. Но не спешите радоваться, что все будет так замечательно. Перед этим вам придется немного постоять в очереди. И еще немного подождать. Ну еще чуть-чуть подождать. Ну и совсем капелюшечку подождать. И еще 15 минут в кабинке Скайкап, и вы уже на мосту. В общем, ребят, построили данный мост в 2004 году. Строительство заняло всего год. В 2003 начали, в 2004 закончили. Инженеры потрудились, как говорится, на славу, потому что действительно конструкция интересная. И довольно-таки надежная. Я уже говорил о том, что он находится на одном пилоне. Вот он, сзади меня. И вот таких вот 8 канатов держит данный мост. Один канат может выдержать 225 человек. Блин, красота просто неописуемая, реально. Человеку реально не дано летать, но когда ты здесь, на данном мосту, ты действительно ощущаешь, как будто ты в каком-то полете. Потому что, во-первых, очень такой ветер, мост шатается, ну, в общем, реально какая-то... Ну, полет, какая-то невесомость. Блин, ощущение клевое. Мне очень нравится. Перед поездкой в Малайзию от знакомых я узнал, что на острове Лангхави есть заброшенный отель. Называется Гунанрая. По словам знакомых, туда можно было попасть вовнутрь и самому посмотреть отель изнутри. Но не тут-то было. Дорога к данному отелю проходила через крутой и опасный серпантин, по которому мы добирались около получаса. За все более 30 минут навстречу нам не попался ни один человек, ни один мотоцикл, ни одна машина. В общем, ребят, приехали мы на заброшенный отель. Называется Гунанрая. Отель был построен очень давно. Но, к сожалению, я предполагаю, что очень много людей писало. Год назад и раньше, еще раньше, можно было сюда приезжать и, в принципе, по этому отелю полазить. Внутри посмотреть, как можно было увидеть старые вещи. Но, к сожалению, сейчас здесь все под охраной. Здесь дежурят полицейские и так далее. Поэтому, к сожалению, пробраться вовнутрь не удастся. Но очень жаль. Мы добирались сюда очень долго. И, к сожалению, получается, что мы не смогли, скажем так, пробраться внутрь. Но я попробую запустить сейчас дрончик и узнать, что за этими решетками, за этим забором. Погнали! К сожалению, информацию о данном отеле в интернете я так и не нашел. Но мы выяснили, что из-за завариного состояния башни вход в данный отель закрыли. Однако посетить данный отель необходимо. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на красивый пейзаж с данной горы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а если экстремальный вид отдыха вам поднадоел или вам надоело посещать необычные места на острове, вы можете просто взять байдарку и отправиться на необитаемый остров. Ребят, вы не поверите, что сейчас было. И жалко, я просто не мог подойти к своему вот этому маленькому боксу, к резиновому сумке, куда я прячу все вещи. Блин, мы даже их не распаковываем. Это обезьяна, которая здесь сидела, падла. Она начала, забралась вон на то дерево, вот на это вот, сюда на веточку, прям под наше, то что я расстелил. Я начал скалиться, прыгать по веткам на нас, кидаться. И в итоге, короче, мы не смогли подойти просто так и забрать вещи. В конце я уже не выдержал, взял палку, вот. И она уже так более-менее что-то посотрела и потихонечку, потихонечку пошла. Но в итоге стащила у нас стаканчики, мы водичку хотели попить. Ну, в общем, ребят, если вы захотите посетить какой-то необитаемый остров, знаете, спросите сначала, есть ли там манки, а манки, как обычно, они по-любому есть. Не суйтесь, правда, лучше переждите. На самом деле, ребят, здесь по-любому был народ, видите, очень много мусора. Но на самом деле, мы с Настей решили о том, что это все-таки не люди раскидали мусор. Во-первых, очень много мусора просто перебивается с берега теми лодками, которые здесь проезжают и так далее. Вот. Нам кажется, что большая часть это манки. Обезьяны просто раскидали вот этот весь мусор, растягали его. Все равно прикольно. Вот какие-то старые сети здесь есть. В этих мангровых каких-то зарослях. Прикольно. Старые заброшенные, наверное, выкинутые кем-то. Ребят, мне интересно, кто среди вас, кто сейчас смотрит это видео, кто бы из вас захотел оказаться на необитаемом острове, если он хотел это сделать, то что бы он взял с собой на остров? Вот самое главное. Просто напишите в комментариях, мне очень интересно посчитать. Редактор субтитров А.Семкин для любителей вечерних посиделок здесь тоже найдется, что делать. На Ланкаеве жизнь кипит до поздней ночи. И гулять вечером совсем безопасно. Хочешь, можешь выпить пиво с друзьями и покушать вкусной еды. А хочешь, можешь послушать любимую музыку. Можешь прийти на пляж и посмотреть огненное шоу. Можешь прийти на пляж и посмотреть огненное шоу. Ну что, ребят, вот мы и погуляли, как говорится, на славу. Жизнь ночная здесь тоже есть, отдохнуть есть где. Очень много различных пляжей с такими барами, шоу, программами и так далее. Поэтому вы не останетесь скучными здесь. Поэтому, ребят, приезжайте, ловите кайф. Не останетесь роднодушными. Я вам гарантирую. Малайзия удивительная страна со своими особенностями и со своей необычной природой. Она влюбляет тебя сразу с первого взгляда. Такое количество красивых мест, хороших людей, многонациональной кухни. Я еще не видел нигде. Поэтому, ребят, приезжайте в Малайзию. Вы не останетесь равнодушными. Это вам мой рекоменданцион. Ну а вам спасибо, что смотрели этот выпуск. Не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик. Для вас это просто клип, а для меня оценка за мои старания.